Итоги недели подведем сегодня вместе в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Сегодня Краевая столица отмечает день рождения. Торжества проходят по всему городу. У вас еще есть возможность поучаствовать в праздничных мероприятиях. На площади Сахарова с 17 до 19 часов проходит молодежная программа «Барнаул Студенческий». В 20 часов здесь начнется эстрадный концерт. В 7 вечера в «Лесной сказке» музыкальный марафон «Огни большого города». Развлекательные мероприятия проходят и в остальных районах, а также в парках Барнаула. Праздничный салют прогремит в 22 часа на Сахарова и в районах города. Подробнее о праздновании 292-го дня рождения Барнаула мы расскажем в нашем выпуске в понедельник. А теперь к другой теме. Вирусологи просят вернуть в Россию удаленку. Об этом высказался представитель Центра Гамалея Александр Бутенко. По его словам, удаленный формат работы и учебы поможет снизить заболеваемость COVID-19. Вирусолог отметил, что подобная мера хорошо зарекомендовала себя во время предыдущих вспышек инфекции. В Алтайском крае о введении удаленки речи не идет. Правда, министр здравоохранения региона Дмитрий Попов высказал мнение ввести обязательный масочный режим для некоторых категорий граждан, как это сделали в Республике Алтай. К примеру, для работников торговли, общепита, полиции, почты и не только. Между тем, число заболевших ковидом в нашем крае продолжает расти. К примеру, если 31 августа вновь заболевших было 463 человека, то уже 1 сентября – 529. К слову, школьники, а также студенты благополучно начали учебный год в офлайне. Почти 90 тысяч учащихся сели за парты барнаульских школ. В четверг для них прозвенел первый в этом учебном году звонок. Наша съемочная группа была на торжественной линейке в 45-й гимназии. Поздравить школьников с Днем Знаний туда пришел один из самых известных выпускников этого учреждения, о ком идет речь. Расскажем далее. Первый в жизни школьный звонок. Сегодня его услышали 10 тысяч первоклассников в разных школах Барнаула. А всего в краевой столице в этом году за парты сядут почти 90 тысяч школьников. Дальше будет тяжелая жизнь. Хочется насладиться побольше этим моментом. В школу это так. Это еще цветочки по сравнению с тем, что меня ждет. Ученикам 45-й гимназии повезло немного больше, чем остальным школьникам. На их линейку пришел сам мэр. К тому же, когда-то Вячеслав Рак тоже учился в этой школе. И кто знает, может он еще не последний градоначальник, который получил аттестат в 45-й гимназии. Я обращаюсь сегодня ко всем. Хочу еще раз поздравить вас с этим праздником. Набраться терпения, уважения к педагогам, уважения к самим знаниям. Сегодня вы начинаете свой учебный год. И хотелось бы, чтобы этот год был легким, светлым и полным проектов, чтобы все ваши ожидания сбылись. Кстати, с этого дня все школы страны начали проводить церемонию поднятия государственного флага под гимн. В начале недели его будут поднимать. Церемония спуска в конце рабочей недели. 45-я гимназия не стала исключением. Остается надеяться, что на учебу этих ребят не повлияют очередные вспышки коронавируса или дистант. Ведь впереди 9 увлекательных месяцев школьной жизни. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Несколько алтайских учителей этот праздник встретили далеко от родины, в Таджикистане. Два наших педагога возглавили в соседней республике русские школы, которые открыли накануне 1 сентября. Всего же в Таджикистане открылось 5 таких школ. Что это за проект? И о чем свидетельствует такое культурное проникновение? Расскажем далее. День знаний на русском в Таджикистане. Сегодня в республике заработали 5 школ, в которых будут преподавать наши учителя по российским образовательным программам. Русский язык очень востребован, очень престижен среди жителей республики Таджикистан. И родители детей понимают, что знание русского языка и тем более обучение в русских школах, завершение русских школ предоставляет дополнительные возможности. Душанбе, Худжанд, Бахтар, Куляб, Турсунзаде. В каждой школе 1224 желающих получить российский аттестат. Это проект Минпросвещения, координирует который Алтайский педвоз. Директора трех школ, нашей педагоги и председатель комитета по делам молодежи Барнаула Владимир Гудков. В то время как на планете обсуждают концепцию русского мира, появление сразу нескольких русских школ могут воспринять неоднозначно. Но на Алтае идею одобряют. Тому есть причины. Если взять тот же Таджикистан, то по далеким кишлакам молодежь уже не знает русского языка. Либо ты вот остаешься в этом кишлаке, либо ты собираешься, учишься и выезжаешь куда-нибудь. Китай, Европа, Америка с английским, либо Россия. Те большие державы, которые все равно давляют над всем остальным. А большие страны дают работу. Так во втором квартале 2022 года в Россию приехало больше трех миллионов трудовых мигрантов. В тройке лидеров Узбекистан, почти полтора миллиона человек. Затем Таджикистан и Киргизия. Около трети ВВП Таджикистана формируют выезжающие на заработки. Им нужны деньги, России, рабочие руки. Для нашей же страны это выгодно, чтобы люди, которые приезжают к нам на работу, они уже были в нашей культуре, знали наш язык, знали какие-то ценности. Когда есть общее пространство и есть общие смыслы у людей, общие ценности, общее понимание о том, что такое хорошо, что такое плохо, конфликтов всегда меньше. И касается это не только трудовых отношений. Я как сторонник мягкой силы вижу здесь более прочную основу для экономической, культурной интеграции. И у нас достаточно неплохие внешнеполитические отношения, но они крепнут в результате роста доверия и взаимопоникновения культур. По неофициальной информации, к такому образовательному проекту готова и еще одна республика – Киргизия. Анастасия Драган, Александр Антропов. День с толком. Стартовал новый учебный год. Город встал в километровых пробках. Особенно проспект Калинина, куда хлынул мощный транспортный поток из-за ремонта моста на новом рынке. Горожане вновь задумались о забытом некогда мифе про Барнаульское метро. Не так давно даже ожил знаменитый паблик Барнаульского метрополитена. Жители краевой столицы прочитали в группе новость, что проезд в подземном транспорте подешевел на 1 рубль. Почему после пяти лет молчания горожане вновь начали мечтать о скоростных подземных поездах? И стоит ли надеяться, что когда-нибудь они появятся в городе, узнавала Валентина Аскерова. Одна из веток Барнаульского метро, судя по легендарной карте Барнаульского метрополитена, находится на площади Октября. В качестве опознавательного знака на подземном переходе сияет буква «М». Чтобы пройти к поездам метро, нужно спуститься в подземный переход, приобрести жетоны и отправиться колесить по просторам подземного мира до нужной станции. Собственно, вот как оно выглядит. Все, как и в других городах. Много шума, много людей. Хотя вы, естественно, уже поняли, что это воображаемое, а не настоящее метро. Хотя, согласно документам, которые гуляют сегодня на просторах интернета, метро действительно построили в Барнауле 50 лет назад. В 1972 году, когда приезжал Леонид Ильич Брежнев. Приезд Леонида Ильича действительно реальный факт. Вот только следствием его визита стало не строительство метро, а открытие Алтайского государственного университета. Кстати, именно выпускник этого вуза спустя десятилетия и построил барнаульский метрополитен. Миф о барнаульском метро создал журналист, веб-мастер Данил Чурилов. В 2008 году он показал барнаульцам схему метро. Пять линий и 37 станций. Создатель паблика активно вел группу, подогревал интерес новыми постами и забавными видео из барнаульского метро. Барнаульское метро появилось потому, что не могу не появиться. Фраза «Барнаула столица мира» является важнейшим элементом идентичности барнаульцев. Поэтому город не может существовать без своего метро. Миф ли это? Ну, с таким же успехом к мифам можно отнести планы сделать из барнаулого центра туризма. Изучением виртуального мира занимался доктор филологических наук Александр Куляпин. По словам профессора, создание метро – это своего рода ирония. Ведь даже тот факт, что его начали строить к 102-летию со дня рождения Ленина, а не к столетию, вызывает улыбку. «Существует более десятка виртуальных метро. Причем есть метро даже в деревне Покровка, где 300 жителей всего. Вот есть там и в городах миллионы. Но самое наше барнаульское метро – это самое лучшее метро из виртуальных. И оно самое реальное из виртуальных. Вот есть и карта метро, есть и билеты метро. То есть это все очень проект очень тщательно разработан. Да, тут есть постановление ЦК, партии о создании метро. То есть это действительно очень такой мощный проект. Я думаю, что вот мы привыкли, что фольклор – это сказки, частушки, песни. А вот сейчас народное творчество, оно как раз переходит вот в эту стадию, когда создаются целые вселенные, до вселенной метро». Этим летом паблик пережил свое второе рождение. Спустя пять лет забвения в группе начали появляться новости. Одна из первых о том, что проезд в Барнаульском метрополитене снизится на один рубль и составит 7 рублей. Связано ли оживление группы с коллапсом наземного транспорта из-за закрытия моста на новом рынке, или на то есть другие причины, остается только догадываться. Однако некоторые горожане после открытия второго дыхания в паблике вновь начали мечтать о скоростном подземном транспорте. «Нужно метро?» «Да, конечно». «Почему?» «Ну, загруженность транспорта. Большая». «Нужно? Почему?» «Ну, чтобы быстрее добираться до работы кому-то, кому-то до учебы». «Почему ваше рассуждение?» «Да потому что автобусы не ездят. Будет метро, будет нормально добираться». «Стоило бы в Барнауле построить или не нужно?» «Стоило бы». «Почему?» «Ну, удобнее было бы». «Хотели бы, чтобы в Барнауле действительно было метро или не стоит?» «Может, и не стоит. Город маленький». «То есть ни к чему?» «Ну, конечно, пусть вот тут мост достроят». «Метро?» «Ну, это, конечно, забавно. Не знаю, у нас не такой большой город, как Москва, Лепитер». Позволить себе метро могут города с населением более миллиона человек. Однако и в этом случае далеко не всегда. Метро – это затратная история. Без помощи дополнительных средств существовать не может, отмечает депутат АКЗС. «И даже, если брать московский метрополитен, ну, по крайней мере, то, что видно из открытых источников, это датируемое предприятие, то есть, по сути, функционирующее за счет определенной доли средств бюджета города Москвы. И самостоятельно, несмотря на огромный пассажиропоток, функционировать не может. То есть, потому что иначе должна быть стоимость проезда гораздо выше, что, опять же, будет противоречить доступности». Метро безхорошо отлаженной и отлично функционирующей наземной системы передвижения работать не будет, дополняет свои рассуждения народный избранник. «Сегодня надо все-таки для Барнаула говорить о том, что надо развивать систему общественного транспорта наземную. Развивать трамваи, развивать троллейбусы, развивать электробусы, да, то есть, вот, по тому принципу, по которому пошла столица. Из заявлений администрации города, из заявлений Вячеслава Генриховича, ну, идеи эти в головах, скажем, они уже зреют. Надо дожидаться реальных шагов. И вот когда будет полностью работать система общественного наземного транспорта в городе Барнауле, быстро, комфортно, недорого, вот тогда, наверное, только тогда можно говорить о какой-то перспективе развития уже подземного, когда наземный справляться не будет». Архитектор Александр Деринг разделяет мнение Данилина. Считает, что будущее в Барнауле не за метро, а за скоростным электротранспортом. А что касается новых постов в паблике метро, в частности о том, что он якобы проектирует новые станции подземки, то к таким фейковым новостям относится с юмором, но порассуждать готов и на эту тему. «Какое бы метро могло бы быть, если бы, да, было там, ну, станции, метрополе… Вообще, я прочитал про себя, что якобы мне поручено проектировать станции Барнаульского метро новые. Вот, конечно, смешно. Ну, конечно, это была бы, наверное, какая-то своя местная специфика, которая отражала бы те станции и станции тех мест, где они бы располагались, ну, скажем, Октябрьская площадь, да. Конечно, там что-нибудь было такое связанное с классикой, с классической нашей архитектурой барнаульской». Кстати, миф о метро подогревает не только создатель сайта, но и городские чиновники. На День города они сделали барнаульцам и гостям подарок – фотозону, вход в метрополитен на улице Молотобольская. «И, как вишенка на торте, скажу, у нас, скорее всего, будет аниматор в костюме работника метрополитена, который будет чеканить жетоны в метро. Люди смогут с этими жетонами и с этим человеком сфотографироваться». Появится ли когда-нибудь в Барнауле метрополитен или подземные путешествия, так и останутся из области фантастики, покажут годы. Ясно одно, что легенда о барнаульском метро лишь подстегивает интерес горожан к своему городу и делает Барнаул туристически привлекательным. Валентина Аскирова, Андрей Печоркин, Александр Антропов. День с толком. Пять исторических зданий Барнаула сейчас находятся на реставрации. Ими занимаются частные инвесторы. К примеру, в торговом доме Сухова на Арбате в одной из частей здания завершили работы по восстановлению кирпичной кладки. Это очередной этап возрождения памятника архитектуры, который потребовал немало усилий. 20 лет здание после пожара стояло без перекрытия. Соответственно, кирпич и кладка подвергались воздействию и дождей, потом замерзало все это зимой, семена растений прорастали. Поэтому очень сильно верхняя кладка была разрушена, приходилось каждый кирпич вынимать, менять. Поэтому большие работы. Год с лишним они заняли у нас. После в здании займутся коммуникациями и кровлей. По словам собственника торгового дома, крыша должна появиться к зиме. Сейчас внутри крыла сооружение формирует внутреннее пространство. Например, в одной части корпуса не будет разделения на первый и второй этажи. В другом крыле Евгений Лишин решил сохранить старинные балки. Их укрепят, но в целом они в хорошем состоянии, несмотря на возраст. Рабочие пока не заходили в крыло здания на стороне трамвайного кольца. По оценке собственника, весь комплекс должны отреставрировать к концу 2025 года. Внутренний дворик тоже будет задействован. Здесь, по предложению Лишин, разместят кафе. Но по опыту других городов, это отличное место для арт-пространств, выступлений, городских мероприятий. О реконструкции исторических зданий к концу сентября мы готовим большой спецрепортаж. А пока продолжим. На этой неделе ушел из жизни первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев. Это случилось в ночь на 31 августа в больнице. Точная причина смерти пока не названа. Но известно, что Михаил Сергеевич долго болел. Горбачев всегда был неоднозначной фигурой. Последние генсекции ККПСС. С него началась перестройка, изменившая жизнь миллионов. Кто-то говорит, что 30 лет назад он дал людям свободу и шанс построить новое государство. Другие именно его обвиняют в развале Советского Союза. Как оценивают фигуру Михаила Горбачева, его роль в истории, те, кто застал времена распада Советского Союза, смотрите далее. Меня удивляет этот человек, который был высшим руководителем Советского Союза и пытался демократизировать Советский Союз и начать подход к рыночной экономике в Советском Союзе и как бы стать другом в мире всех государств, наверное, с недопониманием, хотя Советников у него же хватало, толковых людей, с недопониманием стратегических постулатов внешнеполитических, что Соединенные Штаты Америки это наш противник стратегический, легкость в подходах внешней политики. То же самое в экономике. И он, строя рыночные подходы Советского Союза, сдает, часть рынка убирается, уходит в рынок Европы. И экономика Советского Союза сразу процентов на 20-30 проседает. Нету сбыток. Власть-то ведь дается человеку не для того, чтобы в стране происходили безобразия, закончившиеся развалом Советского Союза, а власть дает для того, чтобы страной руководили, чтобы страну направляли, чтобы страну удерживали от потрясений. Это же оглушительно слабые руководители. Поэтому я его просто неуважаю, Михаил Александрович. Жалко того времени, жалко многих погубленных жизней, которые и сейчас продолжают теряться в жизни гибнуть. Это же все отголоски распада Советского Союза. Плюсы те, что он дал определенную свободу, которой в СССР раньше до него не было. Я думаю, вот в этом плюсы. Ну а минусы, это то, что всем известно, это тот развал экономики, а в конечном итоге и страны, который произошел. Сначала его восприняли как такую свежую струю, потому что, ну те, кто старше помнят, были очень старые генеральные секретари, Брежнев, Андропов, Черненко. Они все по очереди умирали. И там, начиная с 1982 года, были одни сплошные похороны. А потом пришел человек молодой, ему было 54 года. Он общался, разговаривал с людьми. Как-то все это было так очень открыто, динамично. И поначалу, конечно, восприняли положительно, но потом отношение стало меняться достаточно быстро. Он начал перестройку. Он, по всей видимости, хотел сделать хорошо, но получилось то, что получилось. Он мечтал перестроить страну, взяв из Советского Союза все лучшее, но добавив рыночные реформы, демократию и частную инициативу. И если взглянуть на сегодняшний день, не этого ли хотит и современное российское правительство? Он принял и подписал закон об общественных объединениях, и это дало настоящий бум развитию некоммерческого сектора, общественным организациям. Их сегодня в Алтайском крае более 2,5 тысяч. Дал новый импульс многопартийности. Российскому обществу нужно избавляться от того, что кто-то виноват. Прежде всего в тех переменах нуждалось общество. Дефицит, очереди, а какое пьянство. Но общество хотело очень быстрых перемен. Но так не бывает. Огромная инертная страна. Он привил демократию, начал прививать рыночные реформы, частную инициативу. Но эти же перемены его и поглотили. 31 августа в Алтайском крае стартовало досрочное голосование. Выразить волеизъявление смогут жители всех территорий нашего региона, кроме Барнаула. В Краевой столице такой возможности не предусмотрено, поскольку здесь пройдут многодневные выборы. Барнаульцы смогут прийти на избирательные участки 9, 10 и 11 сентября. Проголосовать же досрочно на муниципальных выборах в других городах и районах края смогут те избиратели, у которых не получится посетить участок в основной день голосования – 11 сентября. Для этого в режиме сокращенного дня будут работать участковые комиссии. Бюллетени с результатами досрочного голосования опустят в урны накануне основного дня выбора. В том случае, если листков будет больше 1% от общего числа избирателей на участке, такие бюллетени отштампуют особой печати. Это нужно, подчеркивают в избиркоме, чтобы не возникло сомнений в подлинности результатов голосования. Добавим, в трех крупнейших городах края в августе с предстоящих выборов снялся 21 кандидат. Большая часть из них покинула гонку в Бийске, сообщила во время пресс-конференции председатель краевого избиркома Ирина Акимова. Например, в Барнауле констатируется выбытие кандидатов из муниципальных списков, два кандидата и четыре одномандатника подали свои заявления, 11 кандидатов в городе Бийске и 4 кандидата в городе Рубцовске. В целом это составляет около 2,5% от общего числа зарегистрированных кандидатов в депутаты представительных органов указанных городов. Почему кандидаты отказались от участия в выборах не пояснили, но, по словам Ирины Акимовой, порой причина добровольного снятия выявления избиркомом сведений о кандидате, который он не указал. И чаще всего это сокрытие судимости. Уникальную зарядную станцию для электромобилей создали в Барнауле. Она уже работает в тестовом режиме. Зарядить машину владельцы могут всего за 1 рубль. Устройство, уверяют его разработчики, может стать альтернативой уже имеющимся в городе быстрым станциям зарядки. Анна Рашагирова знакомилась с новинкой. Сегодня на дороге владельцы автомобилей делятся на тех, кто смело едет на дальние расстояния, и те, кто высчитывает, как далеко их машина, может уехать без подзарядки. Водители электромобилей должны быть уверены, что не останутся пешеходами в самый неподходящий момент. У нас не так развита эта инфраструктура по зарядке электрических автомобилей, как, например, в той же Европе, в Америке, где ты спокойно можешь на электромобиле поехать в соседний штат, в другую страну, и ты знаешь, что везде ты сможешь его подзарядить. У нас, к сожалению, с этим пока очень проблематично. Между тем, число электромобилей в городе становится все больше. Сейчас их около 500. А проблема сподвигла барнаульских разработчиков на создание уникальной зарядной станции. Авторы мечтают для удобства водителя установить подобные устройства в разных точках города, например, при крупных торговых центрах. Чтобы воспользоваться ими, владельцу электрокара нужно скачать приложение, навести QR-код и оплатить время зарядки. Оплачиваем. У нас начинается, открывается крышка, вставляем в устройство свой зарядный кабель в зависимости от модели автомобиля, у каждого свой. Закрываем крышку, идем спокойно заниматься спортом, смотрим кино, возвращаемся, либо полный бак, условно говоря, полный бак автомобиля, либо какой-то запас хода увеличенный, достаточно доехать будет до дома. К слову, станции для зарядки электромобилей в городе уже есть, правда, всего несколько, так называемые быстрые зарядки. Однако, новое устройство работает плавно, так, чтобы полностью зарядить аккумулятор, потребуется около 4 часов. Но это, говорят разработчики, скорее преимущество, чем недостаток. Такая зарядка не испортит батарею электрокара. А в сравнении с поездкой на бензине, водитель электромобиля может еще и сэкономить. Так, при зарядке в 40 рублей за час водитель электромобиля обеспечивает себе путь в 20 километров. Примерно в ту же цену выльется литр бензина, но водитель железного коня проедет всего 10 километров. Нагляднее. Путь из Барнаула до Рубцовска в 300 километров на электрокаре обойдется в 600 рублей, а вот на бензине больше, чем в два раза. Но это, естественно, при условии, что зарядки для электрических авто будут встречаться как можно чаще на дорогах города и края. Установить такие простые устройства, говорят разработчики, можно повсеместно. Любое место, где человек может теоретически провести свою жизнь больше одного часа. То есть, пляж, театр, кинотеатр, бьюти-индустрия, всем известная, оказывается, сделать маникюр это больше часа. Если этот автомобиль, то почему бы не поставить возле салона красоты? Пока опробовать новое устройство в городе можно только в одном торговом центре. В режиме теста зарядка обойдется всего за 1 рубль в час. Со временем разработчики планируют совершенствовать и само приложение. Например, время зарядки можно будет забронировать заранее. Анна Рашигирова, Алексей Фризин. День с толком. Стая собак растерзала всю домашнюю птицу. Жительницы Барнаульского поселка Восточный уже не впервые наблюдают такую картину в своем дворе. Кстати, в поселке периодически жалуются на большое количество бродячих собак. И говорят, что порой приходится брать с собой даже средства защиты в виде газового баллончика. Наша съемочная группа была на месте происшествия. Передаю слово Ирине Корчагиной. Везде у нас было заграждение вот такое. Но они прорвали просто заграждение. И дверь на цепи она открылась. Вот здесь это все разорвали. Вот смотрите, это все сетка достаточно прочная. В ту ночь даже хозяйская собака Нюша была в шоке. Справиться с бандой собратьев она не смогла бы и просто забилась в конуру. Стая собак в поселке Восточный орудует не первый день. На этот раз 38 жертв. Столько породистых кур погибло в этих вольерах. Ольга зоозащитница. В этом доме живет не она, а эта женщина. Но пострадавшая сейчас не в том состоянии, чтобы сниматься на камеру. К тому же о себе дает знать состояние здоровья. Я вот когда это все увидела я целый день но мне нельзя волноваться иначе будет третий инфаркт. Я вот целый день в таком шоке была. Ну короче. Это практически трагедия для человека. Она 6 месяцев вернее выращивала этих цыплят. Они уже полноценными стали курами. И получается вот так сейчас ответственность никто на себя не берет. В итоге почти 100 килограммов изрядно протухшего мяса несколько дней на жаре лежит возле дома. Потому что самостоятельно утилизировать кур хозяйка не может. И уже несколько дней ждет специальную службу за услуги которой она тоже естественно будет платить сама. Где-то там в районе 25-30 тысяч наверное. И вот это все видеть, наблюдать это очень тяжело. Для хозяйки это очень тяжело. И это уже не первые потери. В прошлом году женщина также потеряла 43 цыпленка. Напомним в черте города отловом и стерилизацией собак занимается приют Ласка. После этого животное возвращают в привычную среду обитания. Но часто как говорят в приюте жители частного сектора сами отпускают своих собак погулять. Те сбиваются в стаи и начинают хулиганить и конечно размножаться. У нас вот здесь на днях у женщины 70 порвали курочек. Значит двое детей пострадали. Мы два года просили на Восточном отловить суку. За это время сука принесла 16 щенят. Эти щенята выросли и люди не стали терпеть такого отношения и они просто напросто суку эту убили. Но стая которая голодная она просто напросто ищет себе пропитание. И вот пропитание она нашла здесь. Сказать чтобы ходили и убивали животных это не в моих правилах. Я никогда этого не скажу. Сейчас женщина подсчитывает убытки. Так как куры были породистыми и стоят на порядок выше обычных ущерб составляет порядка 80 тысяч рублей. Ирина Корчагина Андрей Печоркин День Столка Как мы уже говорили в черте города отловом и стерилизацией собак занимается приют Ласка. После стерилизации животные отпускают на волю. Закон позволяет это делать. Тем более после того как собака уже не может воспроизводить потомство она становится менее агрессивной. Уже исключены собачьи свадьбы и охрана потомства. В Ласке нам пояснили почему после отлова невозможно оставить всех четвероногих в приюте. А также что мешает решить проблему бездомных животных. Ни один приют не резиновый. Никак мы не можем всех собак собрать и содержать. Мы бы конечно с радостью бы оставляли собак если бы у нас забирали тех кто уже. У нас каждый день поступают собаки. Отлавливаем около 600 по-моему в прошлом году отловили. В этом году мы уже 400 отловили. Всех стерилизуем. Мы всех стерилизуем животных. Когда с частного сектора люди или отпускают на самовыгул или выкидывают животных у нас нет никакого наказания. И вот сейчас мы ждем от законодательного собрания нашего что у нас в кодекс административных правонарушений внесут наконец статью по которой начнут штрафовать за нарушение вот этого федерального закона. Потому что у нас при отлове много случаев бывает когда мы обнаруживаем животных хозяйских. То есть выезжаем куда-то в частный сектор начинаем ловить бежит хозяин говорит а что вы мою собачку забираете мы исторически почему-то боремся со следствием. Вот эти собаки появляются их там что-то отлавливают куда-то пихают раньше там много лет их убивали теперь их там вот куда-то в приют кого-то отпускают кого-то еще что-то но по факту кран-то не перекрыли. На реке Обь продолжаются дно углубительной работы. В этом году ситуация с уровнем воды критическая теплоходы в любой момент могут сесть на мель. В следующем сюжете расскажем прикроются ли пассажирские перевозки раньше срока и есть ли еще у жителей города возможность прогуляться по Аби. Обмеление Аби естественные природные циклы или все же аномалия? Речники говорят, что сегодняшний уровень воды больше похож на зимние показатели но не как на конец августа. Хотя директор Барнаульского речного порта Александр Круг вспоминает бывали времена и похуже. в годах когда вообще вода метр держался до самой зимы и на метре мы замерзали а вот последние годы два-три три года может быть уровни вот такие я не могу сказать, что это аномально или это ближе к аномалии но скорее всего это вот именно такая циклечность вода стабильно держится на этих уровнях. В целом навигация сильно зависит от того сколько осадков выпадает зимой в этом году с осадками не повезло при таком аномальном раскладе пассажирские теплоходы и баржи с грузами могут сесть на мель в любой момент чтобы этого не допустить в регионе продолжает углублять дно Аби сейчас в крае находится пять зем снарядов мы берем мы берем с дна песок перекладываем грубо говоря его с одного места на другое то есть за счет главного двигателя главной помпы мы удаляем песок с дна в том месте где нужно углубить и перекладываем его в то место так чтобы куда-то вода шла в ту русскую куда нам нужно по гидрологии ситуация как бы критическая в этом году у нас аномальная низкая водность приточность составляет в среднем в нашей реке где ходит флот 58% от нормы соответственно у нас добавилась работа на сегодняшний день объем углубительных работ составляет 1 миллион 200 тысяч кубических метров уже выполненных работ в Алтайском крае осталось у нас от плана 150 тысяч пока обмеление Аби как это ни странно не повлияло на количество перевозок так грузовой флот доставил уже более 800 тысяч тонн это более 80% от запланированного объема впереди еще два месяца навигации а что касается прогулочных рейсов их вопреки ожиданиям не закрыли раньше срока у жителей Барнаула и всего Алтайского края есть еще две недели чтобы прогуляться по Аби отметить здесь свою свадьбу или день рождения ну а 10 сентября сезон будет закрыт до следующей весны Ирина Корчагина Дмитрий Денисов День с толком Социальная акция для лошадей проходит в Барнауле на конеферме Аграрного университета здесь хотят насытить копытных витаминами и предлагают горожанам привезти на конюшню излишки урожая Нашла ли акция отклик у жителей краевой столицы узнавала наш корреспондент Валентина Аскерова которая не смогла удержаться и тоже покормила животных Уплетают за обе щеки После клича в социальных сетях неравнодушные барнаульцы откликнулись на социальную акцию привезли излишки со своих приусадебных участков ранетки арбузы кабачки на радость лошадям конефермы аграрного университета Социальная акция заключается в том чтобы не выбрасывая продукты полакомить лошадок мешками таскают от ведра от рюкзачка и прям вчера мешка груш привозили спелых таких вкусных аромат на всю конюшню стоял В комментариях барнаульского паблика где была опубликована информация об акции некоторые люди высказывались негативно писали зачем заводить лошадей если кормить нечем хотя еды для лошадей на коней ферме хватает Основная еда для лошадей это все-таки овес и сено а дыни, яблоки арбузы это всего лишь лакомство как для нас конфеты или шоколад В особенном гастрономическом почете морковь, арбузы и даже арбузные корки от последних лошадей за уши не оторвать рассказывают тренеры Едят арбузные корки с удовольствием просто прям такое чмакание стоит на конюшне когда арбузы приносят им вообще замечательно самое вкусное это для них Единственное ограничение по подкармливанию не стоит привозить излишки прошлогоднего урожая в нем мало витаминов и фруктозы витаминную акцию на каниферме проводят впервые добровольцам кстати дарят еще и бонус сообщения с лошадками естественно под присмотром тренеров Валентина Аскерова Андрей Печоркин День с толком А на этом у меня все всех с праздником который напомню еще продолжается есть возможность насладиться праздничной программой а я напоминаю для вас работает телефон нашей редакции 205 545 через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании Валар до встречи Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...